В этот день 1999 года началась перепись населения Республики Казахстан. Ровно через 10 лет после всесоюзной переписи населения СССР 1989 года. Первая после обретения независимости, перепись населения Республики Казахстан проводилась в период с 25 февраля по 4 марта 1999 года. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 1999 года составила 14 млн 953 тыс. человек. Мужчин на момент переписи было 48% от общей численности населения страны, женщин – 52%. Именно в этот день 1837 года был запатентован электродвигатель постоянного тока. А началось это в 1833 году, когда электрик-самоучка Томас Девенпорт узнал о том, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и использует его для обогащения железной руды. Томас купил новинку Генри, изучил ее и стал сам изготавливать компактные магниты. Это было началом эры электродвигателя. Уже в 1835 году Томас Девенпорт демонстрировал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив на электротяге. Диаметр дороги был 1,2 метра. Именно в этот день 1841 года родился Пьер Агюст Ренуа, французский живописец, график и скульптор. Один из основных представителей импрессионизма. Ренуар известен в первую очередь как мастер светского портрета, не лишенного сентиментальности. Он первым из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан. В середине 1880-х годов фактически порвал с импрессионизмом, вернувшись к линейности классицизма, к ингризму. Ренуар был признан одним из ведущих художников Франции и успел получить от государства звание кавалера Ордена Почетного Легиона. В этот день 2006 года в Североказахстанской областной библиотеке имени Сабита Муканова состоялась презентация поэтического сборника, посвященного солдатам Великой Отечественной войны. Авторами книги являются не профессиональные поэты, а Александр Курленя и Василий Коноплев. Впрочем, надо добавить, что они уже давно пишут стихи, которые публиковались на страницах республиканского журнала «Нива» и местных газет. Книга, выпущенная местным издательством «Северный Казахстан», состоит из двух частей. Первая – это солдатские монологи, написанные в стихах Коноплевым. Во второй напечатана поэма Курлени «Московское время». Субтитры создавал DimaTorzok